Так, у нас очередной день гриля, мяско. Гриль уже растоплен. Голод заставляет. На, держи. Ну что, народ, мы выходим из Мраморного моря. Это то, которое переходит из залива, который соединяет Черное море и Средиземное. Итак, Эгейское? Ну ладно, хорошо, пускай будет Эгейское вначале. Как я вам уже ранее говорил, мы идем из Болгарии в Хорватию, через Турцию, Грецию и Черногорию. Итак, вторая часть это все греческие острова. С момента входа в Ионическое море и заканчивая Адриатикой, то есть вся Греция. Катамаран в данном случае это далеко не монохол. Ходить против ветра это просто какой-то... Йоху, да, пускай будет Йоху. Пускай именно этим словом мы назовем данное ощущение. Йоху. Сергей сделал очень классные стейки. Пройдет до пелопоннеса. Пюрешечка. Йоху. Тебя не укачивает? Пока нормально. Если тебе нормально... Ну если начнет укачивать, может не будешь есть стейк? Есть что-то дешевое. Есть что-то дешевое. Не идет. 30. Потянуть халят? Ну, выравниваю все липы... Разгоняешь? Да. Все, теперь этот раскручиваем. Да. Задержал. У нас такой дрейф добавляет еще дополнительно где-то градусов 20. Наш трек идет вот такой. Все идет прямо в середину. Поэтому тут без шансов. Короче, у нас проблема закрылась. Дверь в каюте. Порция передняя. Ну, к сожалению, такое не бывает обычно. Но там вот случилось. Сейчас я покажу, как это починить. Самый первый лайфхак. Возможно, зайти через туалет. Но он тоже закрыт изнутри. И эта дверь закрыта изнутри. Короче, здесь есть вот такие вот дырочки. Одну из дырочек нужно запихнуть в зубочистку. Короче, как это работает. Здесь есть такой вот пин. Он нажимается. А когда вставляется с этой стороны зубочистка, он вынимается. В новых лодках там уже такая большая дырочка. И понятно, что делать. А здесь какие-то две страны, куда нужно было потыкать. У нас тут сейчас есть некоторая сложность. Смотрите. У нас вот судно. Я ее отметил. У нас CPA, то есть точка пересечения. 100 метров. И вот я с ним связываюсь по радио. И радио не работает. Ну, либо наше радио не работает, либо у него не отвечает. Я не знаю. Ну, сейчас будем расходиться, потому что мы не можем уйти правее там остров. А что он делает, я не понимаю. И связи с ним нет. Поэтому сейчас я буду идти в сторону острова, ну, чтобы разойтись в порт-порт. А там посмотрим. Ну, все. С этой лодкой мы уже разошлись. Драматичная подсветка. Драматичная подсветка. Черная на черном. Мы две точки, горящие, светлые. Это решает вопрос от слова никак. Поэтому просто поверьте мне, что мы с ним разъехались. Теперь мы возвращаемся просто на наш курс. Поворачиваем где-то на 15-20 градусов на порт-сайт. И все. И едем дальше по своим делам. Ну что, народу, у нас очередное утро. Мы все еще проходим между островами Греции. Идем в Иоанническом море. У нас тут сейчас небольшая раздача идет. Слонов. В общем, такая у нас болтанка. Вот сейчас. Поэтому будет утренней плохо. Даже несмотря на болтанку. Вот там ранее не бывает сильной поперечной качки. Поэтому, в принципе, посуда на плите стоит. Ничего страшного с ней не случается. Хоть и болтает сейчас у нас изрядно. В целом идет, конечно, катаварант достаточно ровненько. Но внутри это очень страшно звучит все. С этими скрипами. А особенно удары волны, которые идут в мост спереди. И иногда, вот сейчас чуть-чуть подстихло. И я поменял немного угол, чтобы не идти как-то так вот прямо с задницы. Но тяжеловато. Потому что разлетаются волны. Наверху, во-первых, сейчас холодно. На флайбридже никто не сидит. Управляется изнутри. Но еще одно из неудобств заключается в том, что внутри нету виндинструмента. И если нужно смотреть угол к ветру. Мы же сидим на моторе. Понятно, что ветер в морду дует. Но если под парусами, то нужно находиться снаружи. А если холодно, как сейчас, снаружи находиться очень плохо. А внутри у нас виндинструмента здесь нет. Ну, это так на будущее владельцу, что если что, нужно их туда обязательно поставить. У нас с каждым днем погода становится все лучше и лучше. Я, конечно, одет тепло, но я сейчас собираюсь идти наверх и там посидеть. Потому что на солнышке прямо прекрасно. И у нас сейчас, внимание, температура воды 18 градусов. Когда мы выходили с Черного моря, температура воды была 12,7. И так плавненько по полградуса, по треть градуса. Оно увеличивается, увеличивается. И вот сейчас мы зашли уже до 18 градусов в Греции. И вот мы сейчас находимся где-то в середине Греции. И где-то через, наверное, там день, ну, даже цветовой день, мы подойдем к Афинам. Вот такой у нас след. Болтанка на волнах очень такая. Ну, посмотрите, лодку болтает, как просто жопа. А волны такие, что если бы мы шли на монохоле... Ай, мамочки! Если бы мы шли на монохоле, это можно было бы там открыть пинаколаду. Все-таки на катамаране против шерсти ходить, ну, реально, очень не очень. Как выглядит, когда потеплело? Пять, что дуное. Это у нас плановая проверка, не заливает ли туда вода. Короче, надо же развлекать себя, ну, хоть как-то. Нам по пути был островок, и мы просто решили пройти поближе к острову, чтобы здесь, по карте, у нас глубина 168 метров. Поэтому у меня спереди стоит, впереди смотрящий человек. Володя внимательно контролирует глубины. И у нас есть специально обученный человек, который стоит спереди и дранит. Смотрит камни сверху. Дранила мастер. Давай, сейчас стартуем. Не, подожди, стой, волны. Так, вот пропи. Все, давай. Можно? Да, да, только быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Чикос, у нас очередной день Мы только что попили кофе Мы подходим к Пелопоннесу Вот он спереди Это острова Пелопоннеса И вот туда, если налево посмотреть Там, где он заканчивается Это первый палец Пелопоннеса Ну, если считать с нашей стороны Пока мы идем, у нас погода безветренная И посмотрите, как красиво солнышко Даже нельзя сказать, что холодно Нету волны, мы идем под мотором Что, в принципе, у нас происходит уже давно Но есть одно но Мы идем сейчас к берегу специально Потому что вот там вот Идет раздача такая Бодренькая И где-то с обеда С часов трех Когда мы будем уже проходить Вокруг Пелопоннеса Там будет у нас погода До 30, да возможно Даже чуть-чуть больше узлов И потом это все будет усугубляться Усугубляться И на второй палец Пелопоннеса Может быть до 35 узлов на порывах И мы можем остановиться На день подождать Но если мы так сделаем Тогда мы пройдем более легким ветром Первый палец А на втором Нам, конечно, выдаст уже немножечко похуже Поэтому у меня стоит вопрос Сейчас принять решение, что сделать Мы в любом случае Получим пендель В любом Не там, так там Единственный плюс того Что мы будем проходить Первый палец Пелопоннеса Завтра Это то, что мы это все будем проходить днем А сегодня мы это все будем проходить ночью И вот это вот то, что нам будет раздавать Ночью Выглядит просто немножечко страшнее Обычно Но у нас команда ко всему готова Поэтому я думаю, что мы будем себе идти Сегодня Ну, во всяком случае, попытаемся Если у нас не получится Мы всегда можем вернуться Потому что возвращаться мы будем Даунвинд И нам будет удобно и комфортно Но возвращаться мне не нравится Но если будет вынужденная ситуация Так оно и будет Ветра у нас нету Четыре с половиной узла И вот он болтается Это значит, что это наш Аппарент винт Скорость у нас под мотором Шесть узлов Там глубина не работает Это фантомные боли В общем Идем мы В нашем графике Который мы прогнозировали Пока Не опаздывая Не спеша Вот прямо так Как я и рассчитывал У нас была проблема Всю ночь Отваливался АИС И транспондер И приемник То есть Загоралась куча лампочек Вынимаешь питание Вставляешь опять Опять все запускается Ну вот смотрите У нас есть прибор На нем нету никаких суден Рядом с нами А теперь идемте наверх Ой И это не показывает Перестал показывать Да Потому что это не в нем Тогда проблема была А именно Передатчики Просто вот там вот Идет судно Я не знаю Видно его или не видно Вот оно только что Было на АИСе И пропало Короче Мы не знаем Что случилось То ли это наш АИС Не работает То ли это его АИС Не передает В общем Я надеюсь Что нас видно И у нас правда Последнее время Трансмиссии было Сколько? 14 часов 14 часов назад То есть мы еще там На верхних островах А по факту Если вы видите Вот эти острова Это последний Палец Пелопонеса За него мы поворачиваем И уже обходим Ту часть Греции Там где Афины Они вот у нас Находятся вот Там вот А тут мы поворачиваем Туда А почему Последний палец Пелопонеса Если для нас Он будет первым Хотелось бы Прошутить Про кому первый И кому последний Дурацкая шутка Не знаю Для нас первый Но если смотреть Слева направо Как принято считать Он будет последний Но мы идем Справа налево Нормально Тут рядом есть Страна Где тоже так пишут Есть появился Какой-то другой Вот Есть Нет почему Он слева Слева А да Мы расходимся Параллельно И вот он Да это он То есть там слева Идет навстречу Появился Подходит Может антенна вообще плохо работает Может Может вообще ничего не работает Если вообще не рабочий АИС в нашем случае Это просто Фатальная жопа Потому что Здесь в этом катамаране Так сделана подсветка Что нас сбоку Тупо не видно Я вам вчера показывал Как работают ходовые огни Которые видно Только вперед А задний ходовой огонь У нас работает Он находится Вот на Там на углу То есть его С этой стороны Не видно То есть если к нам Подходят спортсайда Мы для них Вообще не существуем Может быть ходовой Немножечко работает Если спереди А если подходят сзади То возможно Мы вообще не видны Поэтому Отвалившийся АИС Передатчик Для нас Ну прямо Плохая новость Но Может быть Он все таки не отвалился А это вот Его отваливается Короче друзья У нас вот такая проблема И вот мы с ней Каким то образом Пытаемся сосуществовать Потому что Победить ее сейчас Мы не можем Ну пока еще Волн больших нету Потому что Нас вот здесь Вот закрывает берег Но уже Вот вы видите Так Так дует Ну уже дует Уже двадцаточку Дует Прямо в морду У нас скорость Семей шести Я думал доехать Быстрее до берега Упала сейчас До шести и шести То есть все таки Парусность у нас Достаточно большая Это нужно учитывать Здесь на подходе Есть несколько мест Вот вы видите В горах Такие как бы Низины Вот такие Впадины И мы когда только что Проходили Нам выдало Мы видели Даже 31 узел Но я читал Смотрел лотцию И здесь люди писали Что Типа страшные Гасты Вот здесь находятся Типа ну 31 я видел Шли мы все равно Пять с половиной узлов Потому что волны нет Нас ничего не останавливает Но тем не менее Мы сейчас вот заходим Вот это вы видите Мыс Это первый палец Пелопонеса Сейчас мы с вами Находимся в Эгейском море После первого пальца Пелопонеса Мы выходим В Средиземное море И когда мы зайдем За третий палец Повернем направо Это уже будет Адриатическое Которое идет к Хорватии Пока Это еще Эгейское море Посмотрите Какое красивое Солнышко светит Прямо напротив Пелопонеса 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы подходим, у нас здесь газы до 35 узлов. Но я думаю, что это сваливаются с острова, с ложбинки, вот с этой. А нам вот туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоим уже на якоре в этом маленьком прекрасном островочке. На берег сказать мы не будем. Сейчас запускаем генератор и начинаем сушить всю лодку, потому что уже все наглухо мокрое. И сейчас у нас такой красивый бомжатничек на рефлекторах. То есть их все закрывать нельзя, потому что, чтобы их не сжечь, но сбоку вот так вот аккуратненько можно положить, вот там все лисит. А в каютах разложен шмот. Вот этот один. Сейчас положу вот сюда, сейчас вот на курточку переложу, и он будет работать. В общем, все должно быть сухое, наверное. Теперь тушик и отдыхаем. У нас вечер сейчас происходит. Что, накатались на лодке? И едят. И едят. Вкусно. А вот мне не достался такой вкусный чай с сиропом, потому что я его не хочу. Если ты хочешь чай, давайте на кончилки поставим. Ну что, народ, всем доброе утро. У нас очередной день. Здесь, как обычно, завывает ветер. Я думаю, где-то около 30-ки дует. Сейчас мы собираемся, пьем кофе и будем готовиться к выходу. У нас погода прикольная, солнышко светит. У нас еще влажная точка росы. Ой, мамочки. Ну, хотя бы красиво. Если... Не могу сказать, что холодно. Ну, так, прохладненько, зябко, но не прямо замерзаешь. Ну, все равно кофе. На катамаране есть особенность. В нашем катамаране мы не смогли найти пультик, который отвечает за якорную лебедку. Но это не страшно, потому что здесь якорь поднимается вот так. И достаточно удобно, если нормальные условия. Ты видишь, натягивается цепь. Просто берешь ручки вперед. Видишь, в сторону цепь натягивается. В сторону один газ. И ты можешь управлять катамараном. Ну, единственное, что быстро приходится переключаться вперед. Нейтраль, газ. Вперед, нейтраль, газ. Но, в целом, это достаточно удобный процесс. И сверху видишь, как идет цепь. И управляешь катамараном. Ну, в общем, мы уже вышли. Сейчас заходим за мыс. Нам начинают опять, как обычно, тут все раздавать. Но, цель ави, ничего не поделаешь. Что-то прибор отрыгнул. Короче, еще и отключился, бляха-муха, прибор на столике. На флайбридже. Ну, бывает. Вот вам прикол, особенно с чарт-плотером, у которого все сенсорно, нету механических кнопок. Короче, вот идет питание здесь. Вот ты на него так как ни нажимай. Он выключен, короче, просто выключен. И, видимо, не работает вот эта вот штука. И работает она, не работает. Не работает, потому что залила, соленая. Или пальцы соленые. Короче, не работает. Мы его, короче, протерли только что влажной тряпочкой. Вытерли насухо. И он вот вроде включился. Очень неудобно, очень рискованно. И вообще, как бы, очень много жоп может случиться как раз из-за того, что у вас там соленые руки, что-то не включилось, что-то не нажалось. Просто тупо на уровне электронного включения. Вот он мыс. Пока мы идем, здесь ровная вода. А как мы зайдем за мыс, там начнет, конечно, уже раздавать. Потому что там открытая вода. Откуда идут все волны? Но мы попробуем идти под углом к волнам, чтобы дойти на второй палец Пелопонеса. Нам, на самом деле, отсюда идти около 24 миль. То есть, если у нас будет скорость хотя бы 4, то, ну, в принципе, там какие-то 6 часов мы будем там. Попробуем быстрее. Но тут вы понимаете, как получится. Потому что дует сейчас у нас 23-25, но мы спрятаны за островом. А как мы выйдем вот туда? Там, конечно, будет, по прогнозу, всего до 27 на Кастах. Но, как мы вчера определили, что 27 на Кастах это может быть даже 42. Поэтому радости это все принесет, ну, немного. Но... А что делать? Нам двигаться-то как-то надо. Не стоять же все время это и ждать. На расслабоне, попивая шампанского. Не тот месяц! Март! Вот видно спереди полосочку. Это там приходят гасты. Это гасты идут за счет индекселерейшн, которые заходят за остров. Сегодня у нас, кстати, по прогнозу, должно быть чуть-чуть лучше, чем вчера. Мы смотрели, если вчера было все прямо краснючее-чернючее, то сегодня у нас будет такое оранжевенькое, то есть лайтовое. Ну, в общем, я думаю, что будет как-то будет. Попробуем все сделать самое сложное в световой период времени, чтобы потом ночью не заниматься непонятно чем. Я и думаю, что может быть вот сюда уйти и бахнуть уже потом по-чистому. Сюда уйти, то все равно мы будем против шерсти. И нам расстояние, то, которое мы дойдем сюда, будет такое же, как нам нужно будет идти сюда. И потом его же надо будет покрывать. То есть лучше ходить максимально мало. Вот, короче, без вариантов. Окей, ладно, пробуем. Так, мы решили проверить, работает ли у нас AIS. Потому что закрались некоторые сомнения. И я на AIS и посмотрел, рядом с нами идет PowerBot, паром. Нет, это не паром, это автомобилевоз. Называется он Grand Benelux. Моторвесел Grand Benelux. Моторвесел Grand Benelux. Сейлин, весел. Дизельпанк, Колин, ты мне читаешь? Овер. Сейлин, весел, мы тебе звонили. Сейлин, вы звонили. Сейлин, вы звонили. Сейлин, вы звонили. Добрый вечер, сэр. Вы можете проверить, если мы видим на AIS, потому что у нас есть проблемы с электроникой? Овер. Нет, нет, вы не знаете. Спасибо большое. Спасибо большое. Овер. Спасибо. Короче, нас на AIS нет. Вау, 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 вау. Что здесь происходит? Смотрите. Навстречу нам идет парусная лодка. Я не знаю, видно вам или нет, но лодка идет под парусами. И вон еще одна. Кто ты, герой? Это первая парусная лодка, которую мы встречаем здесь. Крутяк. Ничего себе. Оказывается, есть трафик. Есть жизнь на Пелопоннесе. До этого во всей Греции жизни не было. Мы не видели ни одного парусника. А здесь какое великолепие. Какая великолепная лодка, которая идет навстречу нам. Класс. А вот это большое судно, автомобилевоз, который называется Grand Benelux, с капитаном которого мы имели только что диалог. Красивый, желтенький. И еще у нас подуспокоилось море. И если там вчера мы на рогах ехали, то сейчас у нас все такое. Вот смотрите. Барашков нет. Ровненько. Ну, лодка, конечно, бахает иногда. Но ничего. Это поправимо. Потому что, в принципе, мы сделали такой угол, чтобы идти максимально мягко. И мы сейчас возле южных пальцев Пелопоннеса пересекаем зону трафика. То есть это не TSL. Здесь, как бы обычное правило, действуют на всех. Но, тем не менее, здесь достаточно большое количество судов вокруг. А давайте вам сейчас покажу. То есть это не прямо их там много. И не прямо там что-то вау-вау-вау случается. Ну, просто какое-то количество лодок. Нужно быть немножко более внимательным. И так как у нас были условия вчера не очень, я решил сегодняшний день провести здесь на Флайе. Мне здесь нравится. Смотрите, солнышко светит. Ну, температура так себе. Но, как бы, ничего страшного. Тепло одет. И сейчас у нас вахтенный чаек. Черный сладенький. Класс. Он просто застегивал бум-бум, что парус спрятать и упал. Вот. Я думаю, откачается со временем. Как определить то, что мы все сделали правильно. Мы порубились вчера, а сегодня, посмотрите, у нас ветер пропал. И у нас стала прекрасная погода. А если нет, мы бы рубились вот там вот, на первом пальце. Не на жизнь, а на смерть. А потом, когда мы прошли этот палец, здесь бы было такое же рубилово. А вчера мы перетерпели, и здесь стала красивая погодка. Вот мы сейчас идем между вторым и третьим пальцем Пелопонеса. У нас солнышко светит. Я сейчас в тенек зашел, так что даже тепло, видите, вот я разделся. Но уже, на самом деле, сейчас прохладненько, поэтому нужно будет одеть какую-то жилеточку. Мы идем... Блядь! Под мотором. Скорость наша 6 узлов. Ветер дует 13 узлов, и он близко к 30 градусам. По планам у нас он должен заходить еще левее, еще левее, и так до полветра. А потом начнется дуло, и будет заходить у нас... Да что ж такое? Будет заходить у нас сзади, и мы уже пойдем быстренько. Ну, пойдем и быстренько еще градусов 60, пока мы в ожидании ветра. И вот такая вот у нас скачка идет, то есть водичка ровненькая. Иногда нас чуть-чуть поддергивает, но, в принципе, по такой ровной воде на моторе на катамаране ходить можно. Ну что, народ, у нас утро очередного дня, ночью у нас так прямо именно навтыкало. Мы шли под парусами, катамаран 90 градусов по ветру идет хорошо. Но проблема в том, что очень большие боковые волны, и такое впечатление, что он сложится. То есть, ну, в общем, есть свои особенности. Сейчас вот вы видите спереди это остров, это Ниса Закинтас. Это первый остров, на котором мы думали останавливаться и пережидать вот эту погоду. Но, посмотрев прогноз погоды, мне показалось, что мы можем дойти до Кефалонии. Туда еще 36 миль. Прогноз погоды у нас жестенький, идет на увеличение. Но после Кефалонии, во-первых, мы можем встать здесь по дороге, если нам будет тяжело. До Кефалонии там совсем немножко можно будет потерпеть и встать на Кефалонии. Но мы сможем пройти после Кефалонии по узкому перешейку между Пелопоннесом и Кефалонией. Повернуть чуть-чуть направо. И слева от нас будет такой жуткий мордотык, там 35 там с фигом. А сбоку не будет ветра, и мы себе помоторим вдоль побережья и дойдем прямо до Корфу. До этого промежутка нам останется где-то 120 морских миль. То есть, если у нас сейчас 7 утра, где-то там в 7 утра, может даже чуть-чуть раньше, завтра мы сможем быть на Корфу. Ну, плюс Корфу достаточно большой. Мы посмотрим, что там будет с погодой. Потому что, если мы будем рассчитывать нашу дистанцию до Хорватии, нам останется где-то в районе 300 миль. Ну, вот, в общем, пока вот такой у нас красивый вид. Наверное, уже следующие острова там вдалеке видно. Хотя это может быть еще этот. То есть, несмотря на желание остаться переночевать, у нас есть тайминг, которому нам нужно следовать. Если это действительно требуется, конечно, мы останавливаемся. Если это не требуется, то зачем это делать? В общем, мы принимаем решение идти дальше. И у нас тут такая праздничная сигнализация. У нас начинает прибор из трансмиттера кричать, что «А-а-а, сейчас будет какая-то жопа». Ну, в общем, приходится... Иногда перегружаешь. Мы даже для того, чтобы сделать небольшой траблшутинг, вывели на этот прибор количество спутников. Я думал, что, может быть, он количество спутников теряет, и ему там антенна, например, отвалилась. Нет, со спутниками все в порядке. Я думаю, что это проблема в контактах, потому что контакты такие ржавенькие. Ладно, буду готовить кофе, потому что я только после сна заступил на вахту. У нас тут половина седьмого, еще жутко хочется спать. В общем, кофе ждет. Все-таки что у катамарана прикольно, это количество всяких шкафчиков, локеров. Посмотрите, вот просто вот умывальник, мы спускаемся снизу, а здесь, где мусорное ведро, вот есть полочки, на которых там можно откладывать мусорные пакетики, там какие-то совочки, будет и химию для уборки. И это просто всего лишь локер, который обычно используется под ведро, и все, там больше ни под что нету места. Давайте я вам покажу что-то крутое. Смотрите, мы проходим сейчас Нисос. Это был остров, там деревья, все. И посмотрите, как обрушилось. Да прямо было обрушение, и оно все свалилось в воду. Они готовы ползать, видно, и видно структуру породы. И ничего себе, ребята. Итак, мы прошли за Кинтас. Вот он там вдалеке находится. А вот там, вот куда мы идем, там находится Кефалония. До Кефалонии, наверное, на камере не видно, но там уже видны очертания. Нам до самого острова 12 миль. Мы его также будем проходить транзитом. А пока у нас тут нормальная погодка. Колбасит нас не так, чтобы, ну, прямо очень сильно. Потому что мы идем под прикрытием островов. А там все прямо красненькое. Поэтому мы тихонечко петляем между капельками и двигаемся, двигаемся нон-стоп. Мы идем 1600 оборотов. Топлива у нас чуть больше, чем полбака на левом баке. И ровно столько же на правом. Но прибор у нас не работает. Но так как две ручки стоят приблизительно одинаково, будем рассчитывать, что у нас расход приблизительно одинаковый. Пролетая над Кефалонией, наш прекрасный островок греческий. Я на нем раньше был уже, но не с этой стороны, а с другой. Там с юга есть заход и хорошая якорная стоянка. Марина, в которой я не был, потому что там непонятная бетонная стена. Но якоринг шикарный, городочек красивый. Но мы решили пройти совершенно не там, по восточной стороне. И вот справа, спереди, есть небольшой островок между Кефалонией. Этим островком есть проход в ширину около двух миль. И вот туда, вот так красиво. Сейчас проползем. И, между прочим, закрытые от волн. Нормально. Сейчас мы проходим через этот каналчик между островами. И дальше будем уже двигаться в сторону Корфу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все в дымке. Такие скалы широченные, высоченные и отвесные. Очень красиво. И вот так вот идти, честно говоря, мне всегда страшно. Но, блин, это просто великолепно, когда вот такие острова, получается, пройти мимо. Очень красиво. Так, а у нас что, скорость 6,4. Ветерочек у нас всего 7 узлов. Мы включили мотор, парус добавляет. Ну и пока идем, и вот мы доходим до конца, и там поворачиваем направо. Мы сегодня идем целый день. И у нас АИС, он зелененькая лампочка горит. И вот у нас на черт-плотере он работает. Он работает целый день. А ночью он выключается, начинается вот эта потеря GPS, там потери... В общем, жопа. Может он ночью просто не видит спутники, темно. Так, теперь у нас появилась маленькая проблема. У нас начал работать билдж, то есть помпа. И мы обнаружили, что у нас вот такая вот история. Вот там вот находится билдж, и вот от него плавает кусок. Сейчас я его поставлю, попробую поставить туда на место. Вот и получится. Короче, пипец удобно залез туда. Короче, я взял и у меня получилось поставить эту жапку обратно. Ну, я думаю, что вот этой вот жапке уже все. Ее надо будет потом менять. Срочно-срочно у нас закат красивый, красивый. Сегодня мы занимались из вечера тем, что договариваемся завтра, как нам зайти на Корфу. Потому что нам нужно заправиться. У нас закончилось, ну, заканчивается топливо. То есть, ну, еще больше половины. Но все равно, пока туда дойдем, мы с этим топливом не дойдем дальше. И нам нужно купить продуктов, потому что у нас осталось много вермишели, пару банок тунца. Ну, и, собственно, все. Нам еще идти там какое-то время. Поэтому мы сейчас думаем, как это сделать. Потому что мы идем транзитом без оформлений. И чтобы мы все купили, у нас есть, оказывается, там человек, Саша, который нас обещал встретить и нам помочь со всеми организациями, закупками. И нам нужно это будет все сделать тихо. Потому что вообще это делать нельзя. Но мы будем делать все очень аккуратно. Короче, вот мы сейчас подходим уже к якорной стоянке Корфу. Якорин у нас будет вот здесь. Посмотрите, какой дрейф сейчас у нашей лодки. Один узел. Как для внутренней акватории. Ну, так прямо, очень серьезно. Так, нам еще чуть-чуть осталось. И здесь будет заправка. Это завтра в 10 утра. Нас будет ждать грузовик. А вот сюда, где вот этот маленький крестик, мы заходим. И здесь будем бросать якорь. И ждать до завтрашнего утра. Ну что, готовимся к постановке на якорь. То есть, якорь уже готов. Теперь подходим. Наверное, не будет ничего видно. Вот там впереди уже видны огоньки. Нам осталось одно миле. В общем, к этим огонькам мы подходим. Ну и все, выбросаем якорь. Мне вот интересно, какой мудак придумал вот этот вот реймарин. Вот как, сука, убрать громкость, яркость. Это же, блядь, кнопка. А, причем она херово работает. И на приборе, который наверху, и на приборе, который внутри. Ну, короче, громкость, яркость не убирается. Так уже и будет. Вот здесь где-то будем кидать якорь. Ну, как обычно, видно на подходе в ночные места ничего. От слова совсем. Ну, то есть, можно определить идею, что находится. Вот там мигает зеленый-красный вход в марину. А тут вот такое вот все. Короче, подходит уже. Хочешь поставиться сам? Драй. Хорошо. Давай, напедали. Вот глубина. Да. Глубина у нас стала резко с 28,8. И... Уборство. Нет, нет, есть проще вариант. Смотрите, народ, кто не знает. Вот это автопилот Реймарин. Для того, чтобы сделать фула лавап, чтобы не крутился руль, нужно нажать две эти кнопочки. Хоп. Пауэр стиринг. Все, руль у тебя не крутится. Если тебе нужно крутить руль налево-направо, то крутишь его ручкой. Окей. А чтобы снять, так же. Разные шатоны их. Забавно. Ну что, всем доброе утро. Давайте посмотрим, где мы стали. Мы сейчас, напоминаю, находимся на острове Корфу. Там, где снимали сериал и писали, и жили герои книжки «Семья Даррелов». В общем, вот здесь вот, где-то они жили и собирали диких животных. Особенно младшенький Даррелов. Вот, мы находимся сейчас вот здесь. Нам нужно идти туда, там будет заправка. А здесь, посмотрите, какая красота. Что стоим? Кого ждем? Почему не едем в Марину? Смотри, у них можно через крышу так, на дроне, так, жух, жух, жух. Думаешь, это для тебя расставили эти ворота? Да, да, да. Конечно. Все, запускай. Дет, смотри. Есть. Запустился. Так, ну вот, якорь у нас поднят. Все, якорь поднят. Идем на заправку. Так, фендеры у нас уже все готовы. Развешены. И стернлайн и бау-лайн тоже стоят на месте. Мы будем становиться боком на заправку. Мы уже знаем, где она по карте находится. Ну, вот, собственно, сейчас идем, приедет грузовик и зальет нам горючку. Останавливаем. Все чуть-чуть дам газу. Ну, чуть-чуть дай. Вот, делаешь просто. Газ на нитрай. Еще чуть больше. Все, нитрай. Это как у нас или меньше китомаран? Нет, это более... Сойдя поближе, дай. Давай, давай, дай. Ничего не делать. Ничего не делать, скажи. Прямо сейчас? Да. Прямо сейчас? Поехал. Прямо сейчас. Прямо. Прямо. Прямо еще. Прямо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Тут уже какой-то базовый набор Чего-то взять можно Второй вариант Но он что-то какой-то Видимо у него не сезон Ну что-то есть О, ну это еда какая-то Смотрите, что надыбал На гугле Экспресс-маркет Далеко пришли достаточно проехать Но это настоящий магазин Еще и дверь открывается сами Большой Класс Ну тут смотри, и еда нормальная И вино любое И все шелкодно Так как во время перехода У нас там большая влажность Ничего не сохнет То на солнышке пришло время Высушить все непромы Носочки У нас шмот сохнет Ну и замечательно Пока никого нет Я себе сварил в турочке кофе И между прочим Не просто кофе А с сырочком Что у нас здесь ребята приехали Мама Тут просто какой-то правил В чем вы покупали-то ездили столько времени Вивочка Что и все? Да-ка все А где остальное? Ну вроде столько Но самое интересное Стейки Я вам сейчас покажу Как они здесь упакованы Это просто шедевр Это магазин В котором продается мясо И вот таких вот Такие милые животные Тут нарисованы Которые купили до этого Но ничего Они Ой, коровка Какая милота Короче Это сейчас все у нас Идет в холодильник И мы это будем есть Смотрите Что это ребята взяли Вилаж Вине Как это возможно? Вилажное вино Прекрасно Ну в общем А это что такое? Это местный продавец Нам сказал Что какой-то Локал продукт Местное вино Светлое Да И оно С какой-то Кислинкой То есть Какое-то Местное Ну интересно Попробовать Да, будем пробовать Это же Ай, вкусняха Холодненькая Подругой О, холодненькая Беленькая Класс Ой, вот Закусолочка Если Сталочка Выглянет Еще раз Можешь залезть Давай еще раз Сверху холодно Снизу нормально Это ужасные вещи Нам стало жарко Двойка я, брат Некоторым членам экипажа Мотор, камера, поехали Запись дубля Чартерная компания Она небольшая Можно сказать Семейная Солис Чартер Групп А сколько у вас бортов? У нас сейчас Здесь на Корфу Три катамарана Два сорок пятых И сорок второй И рядышком В привязи Марине У нас Шестьдесят второй Большой катамаран Который задается С командой Со всеми Лакшери Там, ВИПы И все остальное Ну, вот такая тема Отдельная уже история А у нас еще есть Один пятидесятый Катамаран Который тоже работал В привязи До этого года В этом году Он ушел на Гренаду Он будет работать На Гренаде На Карибах В принципе Его тоже можно Через нашу компанию Будет найти И заказать себе И там покататься То есть Можно к вам будет Приезжать За чартером Да Без проблем Обращайтесь У нас есть группа И в фейсбуке У нас можно найти Просто через Спецфольгейт Любой там В интернете Ссылочки дадим В описании Потому что у нас Компания небольшая Мы работаем Вот так Прямо Из-под ножа Вся кухня свежая Пользуйтесь Берите Кушайте С удовольствием Ну что Человеки У нас очередной день Нам надоел Этот Корфу Все больше Не хотим Здесь находиться Хотя Если честно Нам здесь Все очень понравилось Классный город Саша Огромное спасибо Который нас Встретил И все организовал Просто Обнимашки И сердечко Ну что Двигаемся Вынимаем якорь Но так как Я не могу Это делать Сейчас будет Это делать И двигать Нас В нужную сторону Пойду Очки одену Потому что Глаза уже Просто Вытекли Слезами Солнечными А зачем Их смотреть Ты же Вынимаешь В Греции Конечно Все очень красиво Посмотрите Кипарисы Растут Такие Новенькие Беленькие На побережье Вообще Шикарно Шикарно Вот это Вот это Албанский Остров То есть До него Блин Я не знаю Наверное Километр Между Грецией И Албанией И мы Сейчас Вот здесь Проходим Прикольно Ну Албания Вот большой город Там спереди Заселен А Греция Конечно По всему острову Маленькие Домики А в Албании Это просто Здесь Достаточно Пустынная Пока Корфу Это единственный Остров В Греции Который мне Вот больше всего Понравился Греция Конечно Прекрасная Но эти Пустынные острова Да Может быть Архитектура Может быть Там Еда Естественно В Греции Очень клевая Но вот Так чтобы Именно были Вот и природа И Ну и вот Все вокруг Наверное Корфу Пока у меня В рейтинге Греции Номер один Музыка Субтитры 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 Субтитры